Так, я хочу, чтобы к вам пришло осознание, что это ваш последний завтрак в ресторане. Ну, все равно, что завтрак в ресторане, то есть тут подальше такая ресторанная. Доброе утро, наш любимый ресторан. Поухаживайте опять за своим мужем. Ой, тут сегодня прям вообще мой рай. Я, честно, отказался от колбасы, хотя вроде бы колбаса здесь классная, все. Ну, мне как всегда. Это, слушай, я вот не знаю, ну, это нет, это одна рыба, кстати. Вот вчера еще давали другую, вчера еще была семга у нас. А это... Да-да-да, достаточно. Делай один кусочек, пожалуйста. Вот это рыбки. Палтуса. Сырочек. Там так грустненько вообще, грустненько. Еще, наверное. А, нет, вообще думал, нет, еще один. А ты мне вот этот попробовать просто, что я один все только ем. Все, я скуня по миллиону сегодня. Ряжен как эфир, ну, тут, по-моему, все по стандарту. Да, у нас всякие вкусняшки. Творог, яичко тоже, смузи и нутеллы тоже. И каша овсяная, каша рисовая. Я еще удивляюсь. На каком своем молоке. Ну, слушай, ну, ты меня разрекламируйла, надо будет точно попробовать, потому что Света в прошлый раз была прям мега супердовольна. Ну да, можно ее мне положить, ее сразу буду носить. Ее уже кто-то брал. Конечно, она вкусная. В прошлый раз Светлана сказала, что это прям самая топовая каша, да? Хочется, пока, или что? Хватит? Еще чуть-чуть, давай. Красно, она такая, нет, вообще, в принципе, нет, нет, хватит. Я такой неопределенный. С утра, вообще, Антон. Блины, блины с мясом. Вареники. Блины с мясом. Два. Такая красота другая, причем подогревается, ребятки. То есть, они не холодные там стоят. Дожду, может, три? Нет, два. Нет, отъезда не наешься. Ты перед смертью не надышишься? А блины обычные, покажи, пожалуйста. Ну, то есть, они всегда там есть, блины не хочу. Вареники к картофелям и лукам. Соответственно, просто кто-то может, только на этот запеканка творожная. Положи мне кусочки. Один раз я только пробовал. Колбаски куриные. О, сегодня куриные колбаски и котлеты куриные. Нет, но это вроде тоже сломанаса. Да, да, да. Это именно тот же самый. Понял он обор. Я не могу понять, только как вчера это было. Ладно, мне одну штучку. Продегустировали. А вдруг самое то, что надо. И одну котлетку. Это тоже куриные на пару, да, котлеты. Тебе смотри. Баклажаны с помидорами. Просто сегодня овощи обжаренные. О, два кусочка гриба мне прям накинь. Ковырни грибочков. Ой, умничка ты ж моя. Да не, не, все, даем, достаточно. Только грибочки? А? Только грибы толсты. Да, мне больше ничего не нравится. Ну и спагетти для тех, кто любит спагетти. Мне не надо. У меня каша. Могу подержать свою тревогу. Так, а что у нас еще здесь есть? Ну, это вкусные, сладкости. Я думаю, мы на потом. Единственное, знаешь, что сделать? Я просто поставлю. Я хочу сегодня тост. Так хлебушек засунь. Только не трогай металлические части. Просто аккуратно ложи. То есть мы этим вот так вот делаем. Оп. Туда и второе делаем. Я сейчас за ним вернусь. Оп. И туда его. Включаем на... Мне, как сказал один из... Пользователи этой плиты. Три минутки. Прям идеально. Все. Я это уношу. А ты все? Да? Нет. Спасибо. Доброе утро. И мы за свой столик путешествуем. Доброе утро. Спасибо. Великолепно. Ждет наш стол. Сегодня там уже у нас идет приготовление яышницы. Я думаю, мы обязательно на вас сходим. Но сначала пойдем подготовимся сразу к сладостям, что ли. Чтобы сфотографировать красиво стол. Эх, воскресенье. Доброе утро. И заодно посмотрим, что там сейчас Светлана набирает. И что вы тут себе берете? По овощам решили похудеть? Ой, я читала, что не берет, а рекомендую набить. Я думаю, что еще раньше надо поддавать, но нет. Я пока не могу. Масло сливочное твое или что это ты набрала? Йогурт, кефир, яженка, фрукты. Я хочу йогурта попробовать, потому что ни разу не протестировали его. Надеюсь, что это именно он. Нет, у нас на комбаске. Ну и пойдем. Надо забрать свой тост и взять чуть-чуть сладкого. Ух, какое зеркало красивое. Фрэш, кстати, мне очень понравился. Апельсиновый. Прям очень вкусно. Давайте проверим. О, сушить вообще хорошо. Просто сильнее, я думаю, даже особо и не надо. Их зажаривать. Шпук. То есть у меня прошло, ну почти 3 минуты как раз-таки и прошли. То есть человек абсолютно верно показал. Просто дальше они будут перезаренные, пересушенные. Отключили. И мне вот эти вот. О, слушайте, сегодня булочки, по-моему, еще другие идеальные булочки. Все. Это мой десерт. И отправимся еще за яичницей. Ну без кофе я уже, честно, ни один свой прием пищи не представляю. Потому что по кофе прям очень вкусно пробовать. После дождя здесь вообще такая свежесть, аромат чувствуется. Как будто ты на море летом находишься. Да, да, именно такие вот прям и чувства, ароматы. И пойдемте за яичницей. Эти яичницы. Красота. Доброе утро. Доброе утро. Можно яичницу. А, все кроме лука. Кроме лука. Да, да, да. Сверху там, да? Угу. Да, две лаички. Вы за кем пошли попросили? Я хочу поснимать, как будут готовить. Можно? Угу. Спасибо большое. Море вы выходите? А? Море вы выходите осуществляете? Ну я каждое утро купаюсь. Сегодня не исключение. Сегодня самое холодное море. Доброе утро. Я не знаю, когда вас есть время. Я не знаю, как сезон не откроется. Потому что я в мае месяце уже. Что-то. А в этом году всегда так вот в Сочи холодное море? Нет, это первое было сегодня. Угу. То есть вот потому что 20 градусов сегодня с утра. То есть вчера 22 было? 17-20. Угу. Затем уже и дым прогревается. Это вот не очень удобно. Хорошо, что есть бассейн 31 градус. А яичко сейчас два штучки будут. Затем еще и масло классно, да? Поэтому, наверное, вкусно так получается. Необычный. Здесь салат, пожалуйста. Угу. У меня есть оливковое масло, можно и кунжутное, остальные нельзя. Ни растительное, ни кукуруза, ничего. Там такая диета, что... А, кто это что за диету там еще? Ну, вот, в которой мы вчера обследование проходили. Там... А, тебе прислали, да? Конечно, тебе же прислали. Надо будет подсчитать. Что вы еще говорили? У меня есть оливковое масло прямого отжима. Мне второго надо отжимать, чтобы такое вот, то есть не первого. Ну, от второго отжима это будет попробовать. Да, да, да. Пациент на него в магазинах хороший. Где порция с детьми? Да. Ему одна порция с двумя, а мне одной. И что-то я вчера два взяла и не смогла съесть. Мам. Пошло, Жора. Красота моя. Я вот не знаю, от чего я больше испытываю удовольствие, как мне жарить яичницу, и от самого потом вкуса яичницы. Вот когда смотришь на приготовление, а потом садишься кушать, вот это все помнишь, что у тебя уже аппетит разыгрался, и прям очень вкусно получается. Прям вот ешь, вау. Я вообще, знаешь, добавляла перец в яичницу, а там с помидорами очень вкусно. Это ростки гороха, да, получается? Да, ростки гороха. Тихота. То есть, ну это как-то мне даже правильно называли в прошлый раз, что-то типа микро... Микрозелень? Да, микрозелень, то есть... Это для ростки чия, слои, вот, полезные. Утры разных, вот, да, да. Обычно укропки трубочка используется, сегодня микрозелень не мешает. Так, кроме лука, и затем завершение у нас сырочек. Сырочек, да. Вот такая, вот сюда. Вот яичницу можно утром наесться. Можно, нельзя. Да, мне одно только. И не с соком можно, скажем, не совсем. Хоть бы раз я снял, как ты готовит яичницу, не хочешь? Какой у тебя же есть? Ну, да это у меня есть, а у тебя нет. А то как будешь вспоминать? Я у тебя посмотрю. Ах, вообще аромат. Курция готова. Вообще шикарная. Приятного аппетита. Спасибо большое. Здоровья. Давайте, 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 может быть, официант вам это все? Что, что? Официант может быть все? Не, я сам, 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 сам. Вот мне прям вот в удовольствие. В принципе, я удовольствие, я сам ее себе любимое. Сейчас я покладем, возможно, и не с весной будет. Не, нет, мы, что очень вкусно, очень нравится. Вообще с другом едим очень приятно. Ну, замечательно. Приятного аппетита, доброго дня. Спасибо, и вам все хорошо. Спасибо большое. Ой, вот как можно такую красоту самому не поносить, да? Вот там фантастически. Все, мой стол практически готов. Еще, наверное, мы в этом сходим еще за одним блинчиком. Сегодня у меня прям царская яичница. Без комментариев. Так вот все мы тут отодвигаем, садимся и начинаем. Ну что, дорогие, это все. Доброе утро вам. Мы все ваше города. Слушаем. Ой, как он идеально хрустит. Обожаю общаться с людьми. Многие подсказывают очень интересные, правильные вещи. То есть, когда ты это... Какая рыба? Я не знаю, для меня рыба здесь вот фантастикой. Можно сказать, жду завтрак ради рыбы. Идеально вкусно, идеально посолен. По крайней мере, плохая еще не попадалась. Я этому прям очень-очень рад. Кажется тут к чему. Я ем тем, чем мне удобно. И давайте сделаем все по правилам. То есть, хотелось бы отметить отдельно о том, что это действительно очень круто. Во-первых, есть все свежее, но посуда здесь просто восхитительная. Потом домой придешь со своих тарелочек. Все равно будем есть вкусно. Но есть к чему стремиться. То есть, посмотреть, как это должно выглядеть. Именно вот в таком формате. Я считаю, это интересно. В жизни иметь такой большой опыт. Мой шascальный. По чему стремизи. Пока-пока. аши маяка. Вкусняшечку, попробую йогурт сегодня взяла. Ммм, да, я зря два дня его не пила, очень вкусный, у меня персик, я так понимаю, клубничный или какой? А ты что, блинчик не стал или ты с мясом? Что? Блинчик не стал с мясом, будешь кушать. Нет, а потом горячий, он что будет встать и остывать, да? Тоже видно. Наш Александр вернулся, слава богу. Правда, я толком от этого не вижу, но на обед у вас не буду рассуживать. Приятного мне аппетита. Ну, раз он здесь, значит он вытащит его. Приятного нам аппетита. Ну, так понятно, я на могу верю. Ага, ты думаешь, по-моему. Угу. Ты конфет не сказал, приятного мне аппетита. Ну, просто уже есть. М-м-м. М-м. 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 Видишь, хорошее масло, да? М-м-м. То есть, пластный наполнитель и яичница превращается в супер блюдо. М-м-м. М-м. Сладкий? М-м? Сладкий наполнитель? Вкусный наполнитель. М-м-м. Попробуем грибочек. М-м-м. 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 Сегодня я решила не наедаться. Прислушалась к советам диеты. Мне оказывается, из фруктов нельзя виноград, мякоть есть, только можно шкурки и косточку. Вот я только думаю, как я буду это... Ну, ты просто нажимаешь и все. Фруктов высокие мне нельзя. Слушай, самое интересное, ну, ты не рассказываешь, люди не могут понять, откуда у тебя эта диета взялась. Угу. То есть, мы прошли тестирование с этой, на аппарате МСПро называется. Он на e-mail высылает вам результаты исследований, там есть рекомендации по улучшению самочувствия, здоровья и так далее. Не знаю, как сладкого отказаться от сахара. Легко? Ну, вот от хлеба уже отказалась, к сожалению. Хотя хочется, так не хватает утром хлеба. Ну, первые несколько меньше, потом все нормально. Ну, оказывается, по мясу я всегда соблюдала то, что нужно, то есть я ела яйцо и курицу и грудку, то есть птицу. Бекон, конечно же, мне нельзя, но я так его хотела, он такой сочный, чуть-чуть попросила, совсем чуть-чуть так, для запаха. Ну, нельзя. Ай-яй-яй-яй. Ты будешь, что-то смеяться. Давай. Вчера, ну, перед сном не могла заснуть, думаю, посмотрю, сколько у нас стоит анализа, например, на щитовидку в анапе. 4,200. А, все уж. Так это всего лишь. И вот, если я захочу стать малой, то мне надо выложить будет 12 тысяч комплексные анализы. Ну, там много всяких. А бесплатных не делают? Не знаю, но в любом случае там есть виды обследования, которые даже вот в политлиниках, наверное, назначают врачи, ну, в консультациях. Которые все равно надо где-то делать платно, потому что они такие узко специализированные. Ну, это не дешево, понятное дело. Ну, зато один раз делал и уже знаю, что все нормально. А если не все нормально? Ну, там прям так и написано, что вот это абсолютно за 12 тысяч надо проводить, ну, как бы, не позже, чем за три месяца до планирования. Как раз таки будет время, если что-то обнаружится, исправить. Все подумано. Это инвитро, к слову, я пусть не знаю, может быть, есть и дешевле какие-то лаборатории в Анапе. Ну, первое, что попалось, инвитро. Как не хочется, чтобы завтрак не заканчивалось, вот честно. Да, завтрак будет шикарно. Там, кстати, даже в рекомендациях у нас написано, что завтрак должен быть очень обильный, обед должен быть средний, а ужин очень легкий, скромный. Спасибо, да. А в твоейте? Нет, пока. Не надо. Просто хочу блинчик туда помакать, спасибо большое. Чай, покажите? Кофе этот... Венский? Да, венский, пожалуйста. Женский чай. А подождите, фреш нет у вас с фруктов? Там есть апельсин и... Апельсин и морковный. Морковный можно? Хорошо, спасибо. Попробуем наконец-то. Апельсиновый мне нельзя, фреш, а вот морковный вообще без проблем. Овощные соки мне можно, а фруктовый нельзя. Как думаешь, вкусный будет морковный сок? Ну, поесть же, должен быть вкусный его, при более, деткам. Он свежий. Видишь, это как он может не вкусный? Ну, я просто не знаю, какой он вкусный. Попробуем. Ну, ищить тебе, конечно, в этом смысле сложнее. Я, допустим, знаю, что я не люблю, ну, вот, допустим, вот то-то-то, да? А все остальное, ну, если это сделано вот неплохо, то мне это очень-очень нравится. Нет, так я тоже много чего люблю, я бы половину с того, что взял, тоже взяла. Но попробуем просто вообще реально лепитаться, вот как советуют врачи. В принципе, ну, яичницы я наелась, конечно, может, там пару добавок надо было убрать из-за того, что нельзя. Молоко, кстати, мне нельзя пить пастеризованное, только свежая фермерская, которая недолго хранится. Йогурты можно. Вот, кстати, йогурты, к слову. Конечно, такой список чего можно и чего нельзя на полустраницы. Я действительно поражен, знаешь, чем, что кушаю так много, вес не набирается от качества еды. Мне уже на видео сказали, что я прям поправилась. Да? Да. Может быть, это наши моменты, когда мы выходим из-за стола, там, конечно, живот отрамбовывается. Хотя, наверное, котлеты на пару, куриные мне можно, по идее. Что-то так. А она какая у тебя, мясная или хуриная? Хуриная – это что-то восхитительное. Надо было взять что-то, я не подумала. Я думала, что свинина просто. Я просто ожидал, ну, знаешь, они сухие бывают, сочные, вкусные. Очередной раз. Знаешь, меня что-то порадовало, то, что мне арбуз можно. Это ж моя любимая, любимая ягода летом. Я обожаю его. Нет, сердечки, ну, она вкусная, нормально. Еще, ну, после котлеты, там. Суп-правда. Спасибо большое. Этот я уже не раз блинчики комментировал, то есть они вообще… Какая у тебя красота. Спасибо большое. Кашка просто божественная. Ты, кстати, еще не оценил, да? Она еще не дошел. Это просто великолепная каша. Все. А теперь я свою яичницу полностью приведу. Я вот все-таки согласен с узбекской кухней, когда ты еду строгаешь руками, ну, допустим, вот они плов едят руками, там… Что? У них многих узбеки. У тебя идет более плотный контакт, то есть вот ты, когда… На вилочке ты его в рот опускаешь, там какие-то у тебя рецепторы с обрадованием. Когда держишь в камень, это почему чувствую, блинчик он такой вот влажный, как бы чуть-чуть жирноватый, то есть ты уже получаешь какие-то первые эмоции перед тем, как тебя идет? Ну, это каждому своему не спорю. Я, например, вот мне, чтоб есть руками, это надо с мыслями моральными собраться, потому что мне, например, очень неудобно. Но кому-то вот как-то… Каждому своему… Ну, я не знал о том, что здесь такая культура, да? Когда вот начал общаться вот с мореплова, да, олива, ресторан тоже. И там вот ребята говорят, это прекрасно. То есть когда человек вот берет руками и ест именно руками, потому что у него первое знакомство с блюдом происходит непосредственно еще до его приема. То есть ты как бы прочувствуешь, еще больше рецепторов включаешь, и ощущение от пищи гораздо круче. Ну что, направляюсь за блинчиками. А кашечка. А? Кашка. Остынет. А, ну, я сейчас схожу, у меня будет кофе и много вкусно-триты пока кушать. Здесь секундочки принесу все блинчики, все. Ну, теперь я готов. Так, что мы имеем? У нас есть блинчики, каша. Каша у нас с ананасовым молоком. Ну, это все должны сейчас продегустировать. Точнее съесть. М-м-м-м. Как я ем? Мне бы тот же самый номер звонил. Тот же самый номер, наверное, звонил. Какой? Сейчас тебе. Какой тот же самый? Ну, мне тоже только что звонили. Потому что у меня беззвучная режим. Ай, мой кофе село. Сел. Мужской род. О. Мужской род. Такой геккулес можно каждого утра есть. Вот эта кашка была. Вот эта кашка, хоть она по сути овчанка, но с кокосом. Вот без кокоса, помнишь, я на нее внимание не обращала пару дней. А вот с кокосом, с кокосом молоком. В чем не скачу, она сладкая там или еще что-то? Нет, она просто такая, как бы, не ванильная, что ли. У нее такой сливочный привкус появляется, что ее комфортнее просто кушать. Кашка тоже пока у нас тут. Мужской род. Не думаешь тоже отказаться от рыбочки в будущем? А я ее как будто ем, я вот сегодня. Последний день, как говорится, кайфуем. Не, ну эти блинчики, кстати, каждый день, я тебе хочу сказать, они немножко разные. Почему? Не знаю, может тесто разное делать. У меня осталось все просто повара разные. Кстати, да. Не думала об этом. Ну, действительно, каждый день разные повара. Это круто. Ну, все вроде как по-своему делают, но интересно получается. То есть, кто смотрит, можете пересмотреть все завтраки, на которых есть вот эти блинчики. Они все вот чуть-чуть разные цвета. Мы только в первый день, да, не попали на блинное шло? Угу. Ну, его и не было, по-моему, тогда. Там рано пришли. Я вам хочу сказать, несмотря на то, что мои блинчики уже остыли, они все так же вкусно. Так же тает латур. То есть, в принципе, не расстраивайтесь, если у вас вдруг остыли, они все так же вкусно. Ну, там сладкие-сладкие. Спасибо большое. Ну и напоследок у меня творожное сухле с ананасом. Ну, он не такой, как с фруктов, вообще не такой. Ну, пить вроде как можно, единственное, что сладковато. Ну, морковка, она сама по себе, конечно, сладкая, но... У меня консистенция как... Ну, примерно как у компота, но на вкус она очень концентрирует, правда. Спасибо. Поворачивайся, вот что-то все исчезает, исчезает. Вот, Александр наш вернулся, а он работает, вы сами видели по видео, как активно, хорошо. Он уже просто не реагирует на нашу камеру. Молодец, кстати, быстро влился, мне кажется, с первого дня. Надеюсь, наши комплименты официанту ему в хорошей карме зачтутся, потом руководству. Он действительно молодец, да? Хорошо, прям, вот, хорошо работает. Я вижу, что они же все официанты других людей обсужат, и уровень обсужения везде одинаковый, то есть со всеми хорошо. И скамер, и без скамер одинаково. Ну, просто камера вызывает волнение. Ну, у нас Александр быстро привык к камере, все нормально. Вот так вот рождается, ну, за счет человека счастье. И лишний килограмм, к сожалению. Ну, хотя, честно, вот я реально говорю, что у меня не появилось пока. Знаете, вот бывает, дома вот ешь, появляется тяжесть, там, потому что ты забиваешься одними продуктами, но у тебя хоть раздействие, у тебя организм получает взрыв всяких разных веществ, и все очень, кажется, с нормальными, так сказать, жирами приготовлено. И очень вкусно. Попробуй попробовать. Не вкусно? Нет, попробуй, что еще хочется. Мне просто еще это. А, ну ты. Если не хочешь, прикосинку я положу. Ну, две это, две это, две это, две это, две это просто не одна. Я просто, блин, блин, можно было мне не брать. Такой сладкий, вот видите. И можно не брать было запеканку. Ну, последний раз, Свет. Угу. Ну, я просто все, думаю, тут овощи, овощи, и такая, бабах, блин, с урвощенкой. Поворожная запеканка, думаю, ну, ну, ну. Я поэтому взял мус со сметаной. Да, иди, 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 иди. И вот, видишь, вот разница, то есть, у тебя ты с сахара больше взяла, я более напералку взял. В смысле? Сснущенка. А у меня вот мус. Я ее почти не макала. Нет, ну, я вообще говорю, то есть, тебе если отказываться от сахара, тебе надо вот это предпочтение отдавать, вот более нейтрально. Ну, фрукты. Что за мус? Ну, вот мус фруктовый, вот, который, вот он, видишь, красненький. Ну, вот, а ты еще сгущенку думаешь, а я сметану, поняла? Поняла, да, при чем есть мус, а значит, жар? Сахар, сахар, ты про сахар. Так и говори про сгущенку, а то ты про мус говоришь, я смотрю, знаешь, тоже есть пыльника. Я в качестве подсвластителя от сметаны взял мус, а ты к мусу взяла в качестве подсвластителя сметану по этому сгущенку. Ну, вот так и надо объяснять. Вот, теперь все понятно, не знаю. А что ты елку не выпила? У меня же морковный сок пришел. Какое хорошее место. Ходят морковные соки. Ну, и апельсиновые соки. Радует, что у нас еще остался последний обед. Попробуй. Давай, ладно. Я просто знаю, что это. Я просто уже все напилась. А, ты знаешь, как он выглядит? Сладкий, да? Макок и сладкое, это слисно. Но сахар, сахар... Допиватели делали? Да, допиватели делали. Здесь получается, он как бы фруктоза, да, считается сахаром, потому что, ну, за овощей из фруктов натуральный, как бы, сахар. Да, хотя свекла, что же из фруктов, сахар, секольный, свекла тоже. Да, да, да. По карте меня. Это наш любимый десятый столик, за которым мы провели чудесные четвертое до утра. Крайне. Хочу поблагодарить Александра, который за нами ухаживал здесь. Вчера. Или, правильно сказал, обслуживать или ухаживать. Ну, то есть, ну, мы чувствовали себя здесь просто великолепно. Большой молодец. Вчера Света перенервничала. Был такой парень. Вот, что я чувствую. Нет, на самом деле и второй официант, который новенький, да. Тоже работал отлично, да. Да, но Света переживала, наверное, больше, что с Александром. Так хорошо, что с отслужил, почему его не было. Выходной было, парень. И кудесников-поваров, вы просто большие молодцы. Я так понимаю, что это, ну, прям, люди готовят от души, потому что по-другому нам не получится. И даже вот мы сколько раз подходили к яичнице, где нам готовили, такое общение приятное происходит. И говорят, давайте вы сами там посидите, приносим, спасибо. Как раз по вас говорили, что переживали вчера, вас не было, испугали, что-то у вас случилось. Нет, у нас просто мы работаем 2-2. Так получается, что Александр, наверное, катает и вызывает другие смысл. Нам очень понравилось ваше обслуживание. Спасибо, можно еще одно. Ну тогда да, Александр. Еще, еще, еще. Все. Приятного дня. Спасибо огромное. Ну, вам, друзья, тоже, всем, кто посмотрел данный видеосюжет, не забывайте лайк и зла. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо и прекрасно в вашей жизни, и вы могли ощутить себя тоже вот так по-царски, по-королевски, я не знаю, по-другому это не скажешь. У меня, знаете, я что заметил, у меня спина начала выпрямляться, когда я вот ухожу тут в ресторан. Я плаф и сместил. Ну, можно было еще и шампанским закончить, но мы не будем. До свидания. Продолжение следует...